Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее утро! Сейчас мы включаем запись. Начать запись. Значит, начать запись. Отлично, запись начата. Название глава Леха. Шестой-седьмой день. Значит, сегодня мы должны закончить эту замечательную главу. И очень у нас есть хорошие новости. Как раз в эту главу, когда зародился, можно сказать, еврестий народ, когда появился праотец Авраам. Авраам появился, проявился и Авраам, значит, он... Авраам праотец наш, он сформировался, нашел путь к Богу. В эту недельную главу у Ваикры появился свой офис. У нас теперь есть в Иерусалиме свой офис. И мы начинаем новый этап. То есть, как эта глава такая, прорыв, да, как Авраам, он прямо начал новый этап в жизни человечества. Также мы с Божьей помощью вместе с вами хочу вас очень сильно поблагодарить. Хочу вас всех сильно поблагодарить, потому что мы с вами вместе, как бы, получается, вместе это сделали. Потому что благодаря тому, что сейчас появились друзья Ваикра, партнеры Ваикра и спонсоры Ваикра, мы сейчас можем развиваться и прямо у нас огромные-огромные планы. Реально мы должны все вместе с вами увидеть Машеха и Третий Храм. Прямо у нас конкретнейшие планы сделать это как можно быстрее. И как мы это будем делать? Через изучение Торы. Через изучение Торы и выполнение воли Всевышнего, которую мы узнаем из Торы. Итак, мы дошли до шестого дня. Шестой день недельной главы. И, значит, мы помним, что Бог сказал Аврааму, что у тебя будет потомство. Авраам сказал отлично и посчитал, что этому было дздака, милосердие, что это было чудо. И вот мой шестой отрывок начинается так. И сказал ему Бог Аврааму в этом пророчестве. «А не ашем ашера цитиха маур каздим. Я Бог, который вывел тебя из Ур каздима, в котором ты родился. Латет лиха это арет сазот лиришта. Дать тебе эту землю, чтобы ты ее наследовал». Значит, говорит Малбим, что Бог ему отвечает. Нет, говорит, это не дздака. Это не то, что я тебе подарок дал. Он говорит, ты заработал. То есть здесь был ответ на размышления Авраама. Он думает, вот мне просто повезло, вот просто Бог. За что мне? Авраам был скромный. А Бог ему говорит, нет, говорит, это, это говорит, тебя в печку бросали, а ты продолжал верить. Это было за это, да, за твои достижения. И сказал Авраам ему, сказал им Авраам, Бог всесильный, он сказал ему, а как узнаю я, что я унаследую эту землю? Вот здесь все комментаторы говорят, а что он вообще спрашивал? Тебе Бог сказал, унаследуешь. Все, скажи спасибо. А Авраам ему задает вопрос, а как я узнаю, что я унаследую землю? Значит, опять же, если мы понимаем весь разговор, тогда нам понятно, почему он это спросил. Бог ему говорит, у тебя будет потомство, которое он наследует землю. Авраам в это время бездетный. Он думает, за что мне это все? Он скромный. Он говорит, наверное, это мне дзака. Бог ему говорит, нет, ты своими действиями заработал. Авраам задает вопрос, так теперь мне страшно тогда. Да, значит, а что я должен делать, чтобы ее наследовать? А что должны мои потомки делать, чтобы ее наследовать? Если ты с каждым человеком идешь, как Ашгаха Пратит, как индивидуальное проведение. Если ты с каждым считаешь, сделал, получил результат, сделал, получил и результат. Так как я узнаю, что унаследуют они землю? Я же их вообще не видел, своих потомков. У меня-то нет пока потомков. Какие же у меня... А вдруг они будут не такие, как я? А вдруг они будут ошибаться? Вопрос был очень такой, понятный был вопрос. И Бог ему отвечает на этот вопрос. Отвечает ему Бог на этот вопрос. Сказал ему Бог, возьми телицу, телицу, такую беспорочную телицу. Возьми козла. Возьми барана. Возьми голубя большого и голубя маленького. Сказал ему Бог. И взял он все эти и рассек их на части. Значит, пополам он их рассек. Рассек, кроме птицы. Значит, птицу он не рассек. И, значит... Спустилась потом еще какая-то птица на эти жертвоприношения. И, значит, объясняет нам Албим, что там было. Бог ему дает ответ. Что такое жертвоприношение? Жертвоприношение – это когда человек приносит в жертву животное. Как в храме были жертвоприношения. Значит, и это животное сжигается. Какая здесь метафора? Бог отвечает Аврааму. Смотри. Когда человек приносит в жертву... А что мы можем принести Богу в жертву? То есть, есть заповеди, есть стора. А что мы приносим в жертву, чтобы с Богом приближаться? Мы приносим в жертву только три вещи, говорит Албим. Первая вещь – это свои демьюноты. Свои, значит, какие-то идеи. Демьюноты – это свое воображение. То есть, человек себе там навоображал. Марк себе на дно навоображал. Там Фрейд другое навоображал. Кто-то там еще что-то навоображал. То есть, когда мы принимаем веру в Бога, Тору, то, что Бог от нас хочет, первое, что мы приносим в жертву – это свои фантазии. Вот, демьюноты, воображение. Мы говорим, секундочку, все, что я себе там думаю, выдумываю о устройстве мира, а это же все равно фантазии. То, что там, а вот Грети сказали. Ну и что они сказали? Сидел этот диодин в бочке, и что-то ему там в голову пришло. Там стоите, какие-то, какие еще истечения разные, да? Будда, например, вот думал-думал Будда, думал-думал Будда и придумал Будда, да? То есть, это тот, кто верит в то, что придумал Будда – это его фантазии. Или тот, кто верит в то, что придумал диодин – это его фантазии. И первое, что мы приносим в жертву – это свои фантазии. И вот эта вот телиться – это была метафора на фантазии. Козел. Кто такой козел? Это, да? Значит, козел – это метафора. Что человек еще… Что отвлекает человека от Бога? Человек от Бога отвлекает постоянная погоня за деньгами и за славой. То есть, деньги, слава, накопление, приобретение – это все метафора – это козел. И это то, что тоже Авраам принес в жертву. То есть, он принес в жертву фантазии, он принес в жертву козла этого. Погонят за материальным. И третье – это был у нас баран. Что олицетворяет баран? Баран олицетворяет это и вообще, что человека ведет от Бога. Страсть к удовольствиям. Просто, можно же просто кайфовать, жрать, пить, алкоголь. Кто там наркотики употребляет. Да, они просто говорят, секундочку, какая духовность, зачем нам все это надо? Мы будем кайфовать. И вот это при желании кайфовать – это тоже третья вещь, которая ведет от Бога. Значит, было там пять жертвоприношений. Было, значит, мы уже знаем, первое – это ктилица, второе – это козел, третье – это баран. Вот эти три вещи надо принести в жертву. Четвертое – это голубь, такой рабочий был большой голубь, который занимался он раньше, в то время он почтой работал. Знаете, голубиная почта. Были вот эти крупные голуби, их же ели потом. То есть, он полетал, полетал, почту принес, его, значит, взяли, еще и съели. Это, значит, метафора на животную душу человека. То есть, то, что у нас тело есть, это, ну, оно вроде бы такое духовное, но все равно оно такое полуживотное, полудуховное. А вот та птица, которая голубь маленький – это метафора на божественную душу, которая входит во время зарождения человека, входит в зародыш, и потом, значит, потом, когда жизнь прожита, этот голубь улетает. И сказал Бог Авраму, получается, возьми вот эти все вещи. Аврам спрашивает, как я узнаю, что мое именно потомство унаследует землю, то есть унаследует вот эту вот вечную связь с тобой Богом? Бог ему говорит, твое потомство должно будет принести в жертву вот эти вот вещи. Значит, хорошо. И было бы солнце, спустилось, и большая, как бы, сон упал на Авраама. И вот он увидел большую, большой страх, большую темноту, которая падает на него. И сказал Аврам, и сказал Бог дальше, продолжил Авраму, объясняет, что это за темнота. Он ему говорит, и да ты да, знай, знай, что пришельцам будет твое потомство в земле, которое не их. И будут их порабощать, и будут их изнурять, ну, то есть будут их очень изнурять. И Бог говорит Авраму, смотри, если человек не хочет сам взять это, вот ты Аврам, ты взял это все по своему желанию, под свой контроль. Ты взял свое тело под контроль, вожделение под свой контроль, фантазии под свой контроль. То есть ты нашел ко мне путь. Все, ты заработал чудеса, ты заработал. Это была реальная работа Аврама, он всю жизнь этому посвятил, найти путь к Богу. Он говорит, но потомство твое для того, чтобы принести все это в жертву, они сами не захотят. Ну, как они сами захотят? Не захотят. Но то, что их будут 400 лет угнетать, то, что они будут под гнетом, то, что они не будут пришельцами. Что такое пришелец? У него нет ничего. Что такое раб? У раба имущества у него нет. Их тренировали 200 лет тренинг жить без имущества. У рабов нет своего имущества, они были рабами в Египте. У раба, значит, раз нет имущества, у него нет желания накапливать имущество, потому что, ну а что накапливать, если оно тебе ничего не принадлежит? У раба нет никаких вожделений. То есть у него, какие у него радости? У раба никаких радостей. Он все время работает тяжело, 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 никаких радостей. И какие у раба фантазии? Никаких у раба фантазий нет. Вот это то, что Бог сказал, это та жертва, которая будет с них взята, можно сказать, насильно, наградой за которую будет унаследовать землю и вечную жизнь. Душа зато улетела, а потом в вечную жизнь ушла. И интересно, когда еврейский народ потом Бог выводил из рабства, он предложил Тору вначале ангелам других народов. Те говорят, а что нужно сделать, чтобы ее получить? Говорят, вот пройти этот же путь. Они говорят, спасибо, не надо. Не-не-не. Мы хотим, все же люди как? Все хотят получать, а платить никто не хочет. Все хотят больших успехов, но не хотят вкладывать в них путь. И приходится Всевышнему тогда, если он кому-то дает радость, чтобы было равновесие, то тогда он ему же дает и страдания. То есть оно все в этом мире уравновешено. Хочешь радость? То есть все честно, очень честно. Значит, Бог говорит, и тот народ, который их будет порабощать, я буду судить. А за что их судить? Если Бог сам послал евреев туда в рабство, так за что судить те, кто выполняли волю Бога? Это есть в Талмуде, рассказывается, что египтяне потом спросили, почему, за что их судить. Бог говорит, да, евреи должны были быть в рабстве, но кто их будет угнетать, а кто будет к ним хорошо относиться, это выбор лично был каждого египтянина. Если ты выбирал угнетать, то это не потому, что ты это делал, что воля Бога была, чтобы евреи были в рабстве. Это был твой личный выбор. Ты же в момент, когда это угнетал, не думал, что я выполняю волю Бога. Нет, ты просто радовался, что у тебя есть кого поугнетать. Значит, Бог говорит, я буду их судить и буду видеть у каждого их намерения. И после выйдет еврестий народ с имуществом большим, барихуш-гадоль. Значит, выйдут они из Египта с большим имуществом. Значит, почему с большим имуществом? Тоже в Талмуде разбирается история, как египтяне в момент, когда Александр Матидонский захватил и Израиль, и Египет, какие-то умные египтяне, они изучали Тору. И они говорят, секундочку, секундочку, опачки, евреи вынесли тогда из Египта все имущество, да, когда уходили. Так, они пошли в суд к Александру Матидонскому. Говорят, смотрите, вот написано, что они вынесли все имущество, верните. Тогда один был такой, Ишгамзу, по-моему, его звали, был такой человек, он говорит мудрецам, давайте я пойду. А он был охранник в храме, он не был даже такой мудрец большой, он просто охранником работал. И говорит он мудрецам, очень умная мысль, он говорит, смотрите, давайте я пойду от вашего имени говорить. Если я проиграю, так вы скажите, он вообще самозванец, давайте мы сейчас, у вас будет вторая попытка. Но если вы выиграете, если я выиграю в суде, так выиграю. И он пошел, значит, в суд, и он говорит египтянинам этим, так вы, значит, вот открыли страницу такую-то, что евреи вынесли все имущество из Египта, да? Они говорят, да, верните. Он говорит, отлично, а теперь давайте несколько страниц назад промотаем. Фараон приглашает Якова и его сыновей, приглашает в гости, приглашает, приглашает. Говорит, я вас приглашаю, даю вам хорошую землю, даю. А потом написано, следующий фараон забрал их в рабство. Это справедливо, это нечестно, это грабеж, это украли людей. Сколько лет они работали? 200 лет, 210 лет. Значит, сколько было мужчин? На выходе 600 тысяч. Значит, и начинают считать. 600 тысяч мужчин за год, дневной заработок, там возьмем минимальный, по 20 долларов в день, 600 тысяч. Это на день, на день, на день, на день, на день, 210 лет. А теперь, говорит, сколько лет с того времени прошло? Процент минимальная, это самое, как ставка банковская, сколько процентов в год? Он говорит, так вам и всего эдипта не хватит рассчитаться. И эдипетская делегация убежала в этот момент из суда, потому что даже не было что ответить. Потому что действительно вышли с большим имуществом, у Бога все честно. Только эта честность, день Бога, как тысяча лет. То есть, оно иногда распределяется во времени. И говорит Бог, что четвертое поколение вернутся, и, значит, пока не выплачен будет грех эморийцев, которые в то время жили на земле Израиля. Хорошо, Авраам очень он обрадовался. Я чуть пропускаю, пропускаю, значит. И дальше, дальше начинается следующий рассказ. Следующая тема такая. Сарай, Эшит Авраам. У Аврома была жена, которую звали Сарай. Сарай переводится, это не Сарай, как мы привыкли. Сарай переводится с иврита. Сар это министр. Вот есть сейчас Сар, там Сар Хинух, Сар Бетахон. Сар это министр. И он называл свою жену, Сарай это мой министр, он ее называл. Мой министр имя переводится. И он мне говорит, Сарай была женой Авраама, его министром. И она не рожала ему, она была бесплодная, как там Тора сообщила. А у нее была рабыня, египтянка, и звали ее Агари. Когда они уходили из Египта, есть предание у Снатора, что фараон отдал им свою дочку, чтобы она была рабыней в доме у Сары, потому что он видел совершенно невероятных людей. В Египте больше всего ценилась магия. И он видел людей Авраам и Сара, которые были на уровне связи с Богом, ну самый, который только можно вообразить. И фараон говорит, пусть моя дочка у них поучится, пусть она поживет у них. Они говорят, нам не нужны твои дочки. Он говорит, я вам рабыни ее отдаю, пускай. В общем, он ее отдал как в подарок, вместе с подарками, которые он дал Аврааму, отдал свою дочку. И, значит, такое предание. В общем, Тора нам сообщает, что звали эту рабыню Агари. И сказала Сарай Аврааму, вот, пожалуйста, вот, говорит, Бог меня остановил от родов, нет у меня детей. Вот моя рабыня, давай, иди к ней, к моей рабыне. И, может быть, она родит, и будет этот ребенок мой. Так как мы знаем, все, что принадлежит рабу, принадлежит его хозяину. Ну, значит, она так сказала, будет ребенок мой. И послушался Авраам голоса Сарая. Он послушался свою жену, даже в таком деле, которое он, в принципе, делать не хотел. Но жена сказала, что делать, надо делать. И взяла Сарай, жена Авраама Агари, свою египтянку, свою рабыню. Очень Тора подчеркивает неоднократно, что это именно была она египтянка, ее рабыня. И было это через 10 лет после того, как не вернули землю к Наану. То есть, было тогда, 85 лет было Аврааму, и 10 лет они прожили, у них не было детей. Из этого учится, что в Израиле есть такое тоже обычай, он необязательный, но он есть. Что если у семьи 10 лет нет детей, то, в принципе, у них есть возможность развестись. Потому что вот 10 лет это такой срок, когда Сара увидела, что детей нет, она начала предпринимать какие-то действия. Раньше брали вторую жену, сейчас нельзя брать вторую жену, поэтому, в принципе, разрешается развестись. Но многие ждут, я знаю много семей, которые у них через 15 лет и через 20 рождались дети. Значит, Сара тогда поступила так. Дала ему свою эту рабыню. И зашел он к Агаре, и она забеременела сразу. И когда она увидела, что она забеременела, то обесценилась ее госпожа в ее глазах. Она подумала Агаре, а, значит, Авраам, у него могут быть дети, а у Сары не может быть детей. Значит, она не такая уже праведница, как она кажется. А я Агаре, я праведница. Раз мне сразу от такого праведника пошел ребенок, значит, я праведница. И она обесценила свою госпожу в своих глазах, да. И сказала Сара Аврааму, значит, хамаси алейха, это переводится грабеж. Я вот до сегодняшнего дня не понимал, что она сказала, какой грабеж. А она ему говорит, ты ограбил меня. Я дала тебе мою рабыню. А, значит, она забеременела. И обесценилась я в ее глазах. Пусть Бог рассудит между мной и между тобой, сказала Сара ему. Значит, смысл такой, что она подумала, что Авраам ее рабыню, ее отпустил как бы на волю. Сделал ее свободной и поднял ее статус до уровня свободный человек. И она говорит, ты не имел права это делать? Это моя рабыня. Это мне ее дал фараон в подарок. Она принадлежит мне. Поэтому, если ты ее забираешь у меня без моей воли, это называется грабеж. И она говорит, это неправильно это, да? Бог пускай между нами рассудит. Хорошо. Что ответил и Авраам? И сказал Авраам, Сарай, вот твоя рабыня в твоей руке. Она твоя рабыня, никуда ее не отпускал. Все, что хочешь с ней сделать, сделай. Дальше я пропускаю, так как у нас уже урок заканчивается. В общем, от нее убежала, а Гарри Египтянка убежала в пустыню. В пустыне к ней появился ангел от Бога и сказал ей, что ты вернись. Ты должна слушаться Сару. А насчет сына твоего родится у тебя сын, которого назови его Ишмаэль. Услышал Бог. Бог услышал твои молитвы. И значит, сын будет, он будет очень, значит, известный человек. Он будет в Иуе Пере Адам. Он будет дитий человек. Вот смотрите, как Тора, суть потомков Ишмаэля, они дитие люди. Они потом захватили весь мир. В течение ста лет мусульмане, это потомки Ишмаэля, Мухаммед был прямой потомок Ишмаэля. И они захватили тогда весь, можно сказать, почти мир. И до этого они были такие, очень они любили. Значит, очень интересно описано Тора. Суть Ишмаэля, потомков Ишмаэля. Что он будет дитий человеком. Его рука будет на всех. И вся рука всех будет на нем. То есть, будет постоянно его война с остальными. Но со своими братьями он будет хорошо очень себя жить. То есть, у них, когда они между собой, брат, там, ну, то есть, они очень такие друг к другу по-братности относятся, да. Хорошо, значит, все. После этого обратился Бог к Аврааму. Агария родила, родился сын, назвали его Ишмаэль. И был Авраам, говорит нам Тора. Во Авраам бен шмоним шана вешешаним. 86 лет ему было, когда родился Ишмаэль. Дальше Тора пропускает 12 лет жизни Авраама, Сары и Ишмаэля. И вот следующий отрывок у нас, мы уже приближаемся к концу главы. И был Аврааму тишим шана вешешаним. 99 лет исполнилось Аврааму. И Бог ему снова открылся ему в пророчестве. И сказал ему, что я Бог Шадай. Он ему открылся в имени, которое имя, которое дает, дает сыновей, дает все, да. Эль Шадай – это Бог, который дающий. И он ему открылся и сказал, значит, ты все это время ходил передо мной и был томим. Ты был безупречный. Ты всегда действовал только по божественным заповедям. Ты святой человек, сказал ему Бог. И я решил установить свой союз между собой и тобой. И я тебя очень-очень умножил. Вайполь Авраам Альпанав Вайдабэ Рето Иллуим Лемор. Значит, Бог ему говорит, я тебя сделаю отцом множества народов. И не будет теперь у тебя имя Авром, а будет у тебя имя теперь Авроом. Добавил ему букву Эй. Авраам. И ты будешь теперь отец множества народов. Ав, Омон, народов, я тебя сделаю. Папа, ты будешь множество народов. Я умножу тебя очень-очень. И дам тебе все народы. И все, значит, цари будут от тебя, твои потомки. И установлю я союз между мной и тобой, и между потомством твоим на все поколения. И между мной, сказал Бог. И буду я всесильным для твоего потомства. И дам я твоему потомству землю, на которой ты живешь, и всю землю Кнаан на вечное пользование. И буду вам, буду им, потомкам твоим, буду им всесильным. И сказал всесильный Аврааму, значит, сказал он ему, что нужно сделать обрезание. Значит, нужно сделать нам союз обрезания, сказал Бог, да? Значит, что за союз обрезания? Это нужно обрезать каждого мужчину, делать ему обрезание крайней плоти. И будете обрезать крайнюю плоть, и будет это знаком союза между мной и между вами. Так сказал Бог. Представляете, вот как это интересно. Четыре тысячи лет назад происходил этот разговор. Будете обрезать на восемь дней, будет у вас обрезан каждый мужчина на все поколения. И все, кого вы, кто родится в вашем доме, и, значит, все, кого вы покупаете в рабство, если родился ребенок, на восьмой день должны обрезать. Значит, даже если он не из твоего потомства, но ты его купил, он родился у тебя в доме, всем делаем союз обрезания. Значит, так он ему сказал, и это будет знаком союза. И если не обрезанный мужчина будет, то есть он не хочет делать обрезания, то отрезается его душа от его народа, потому что он союз со мной перенебрег. Так сказал Бог. Задумайтесь, кто знает вот евреев, необрезанных и так далее. Обязательно вот тут нужно задуматься, прочитать это, перечитать. Какой риск здесь, да? Очень риск большой, потому что отрезается душа от народа, от вечной жизни. И сказал всесильно Аврааму. Значит, в общем, дальше он говорит, что родится у тебя сын, назовешь его Ицхак, и все будет хорошо. Авраам засмеялся и говорит, как я, мне уже 99 лет. Саре вообще 90, и она всю жизнь была бесплодна. Как это так? И упал Авраам на лицо и засмеялся, и сказал в сердце, как может быть, чтобы такое чудо было? И сказал Авраам Богу, только бы Ишмаэль был перед тобой, жил перед тобой. Тоже мне было всегда непонятно. Бог ему говорит, у тебя родится сын, а он говорит ему в ответ, только бы Ишмаэль жил перед тобой. Значит, Авраам подумал, что он не достоин чуда, чтобы у него в 99 лет и у Сара в 90 родился сын. И он подумал, что Ишмаэль, так как у него уже есть потомство, вот уже есть Ишмаэль, Бог уже выполнил свое обещание. А тут Бог говорит, что у тебя будет сын новый. Так Авраам испугался, что Ишмаэль умрет. Из-за того, что Ишмаэль сделал какое-то зло, какие-то грехи, что он сейчас умрет. А он же все равно любил Ишмаэля. И он говорит, только бы Ишмаэль жил перед тобой, не надо его убивать. То есть, и сказал Бог, ничего, говорит, не волнуйся. У Сары у тебя родится сын Ицхак. Назовешь его Ицхак, значит, установлю я союз с тобой через него, и через него пойдет вот это мое потомство. Но и Ишмаэль, я услышал тебя, я его очень благословлю, я его очень умножу. Значит, будет у него 12 колен, у него тоже 12 сыновей будет. Это очень интересно. У Якова было 12 сыновей, и у Ишмаэля было 12 сыновей. Значит, я с ним тоже установлю союз, и, значит, не волнуйся, будет он тоже великий народ, Ишмаэль. И, значит, но союз мой я установлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара ровно через год. Все. И, значит, после этого что сделал? Когда Бог, вот тут вот самая важная вещь, мы на этом закончим. Когда закончил говорить с ним Бог, что сделал Авраам? Авраам сразу же поднялся, сделал обрезание себе, сделал обрезание Ишмаэлю, сыну его. Ишмаэлю в то время было 13 лет. И всем, кто был у него в доме, и всех, кого он покупал, в один день он всех обрезал. То есть вообще без разговоров. Я просто представляю, человек 200, шатры. Авраам такой выходит и говорит, Бог мне сказал, Бог с нами установил союз, союз обрезания. Они говорят, и что делать? Он говорит, сейчас будем обрезаться. Достает нож, значит, точит нож. Все такие. А что делать? Он говорит, сейчас покажу. Смотрите. Тан, себе обрезание. Ишмаэль, написано у санатора, говорит, что Ишмаэль, он говорит, папа, я первый, значит, он, в этом его была большая заслуга, что он 13 лет сам тоже принял решение. Он был детей-человек. Он был очень сильный, он мог убежать, но он не убежал. Он говорит, давай мне делай обрезание. И потом они обрезали всех остальных. Кто хотел убегать, они тоже догоняли и обрезали. И, значит, и дальше написано так. Войках Авраам, это Ишмаэль Бно, взял он Ишмаэля, всех, кто родились у него в доме, всех, кого он покупал, каждого мужчину из мужчин дома Авраама и обрезал им всем крайнюю плоть в этот день, как говорил ему Бог. И Аврааму ему было тогда 99 лет, когда он обрезал, сделал обрезание. А Ишмаэль ему было 13 лет, когда обрезал его крайнюю плоть. И именно в этот день обрезался Авраам и Ишмаэль, сын его. То есть, Тора говорит, что Ишмаэль, он так же, как Авраам, принял это решение по... это было его решение. В колледже и все люди его дома, и все, кто рожали с дома, все они были обрезаны вместе с ним, вместе с Авраамом. Тут Тора нам подчеркивает, что они это сделали именно из-за него, только из-за Авраама. Теперь давайте мы разберемся чуть-чуть, буквально пару минут. Сегодня длинная была, закончим мы всю главу. Это важнейшая заповедь. Это важнейшая заповедь. Мы видим, насколько вот этот вот союз на теле, он очень имеет большое значение. Поэтому, если вы знаете, кого обрезать, поступите, как Авраам, прям возьмите и... Прям в каждом городе есть раввин. Это важнейшая заповедь. Как только человек, который родился от матери еврея, еврей, он говорит, я хочу сделать обрезание, и сообщает это религиозным людям, сразу они организовывают ему обрезание, потому что это огромная, важнейшая заповедь. Теперь интересно, как развивалось, вот если кому интересно, как развивалось христианство. Вначале все христиане тоже делали обрезание. И тот, кто принимал христианство, христианство это было секта в иудаизме, они тоже должны были делать обрезание, как сейчас те, кто проходят Дьюр, делают тоже обрезание. Это знак союза. Но потом, насколько я помню, около через 200-300 лет, когда началась миссионерская деятельность, то было очень тяжело уговорить людей обрезаться. То есть, это реально как бы про Бога всех готовы послушать. А потом говорят, а что надо делать, чтобы с Богом быть в контакте? Ну, говорят, давай, значит, операция. Ну, послушайте, это очень тяжело. И очень развивалось слабо христианство. А у них была очень большая цель как бы всех привлечь. И что они сделали? Они отменили, они сказали, что тот, кто принимает христианство, не должен делать обрезание. Но тот, кто рождается, нельзя жить против Торы. Они на восьмой день все равно говорили, надо делать обрезание. Но когда? Сразу пошел огромный поток. Потому что одно дело, стать евреем, вступить в союз с Богом через обрезание. Это больно. Другое дело, просто сказать, я в союзе с Богом. Это проще. Их стало много. Но потом, когда их стало много, рождаются дети. А бабушка, она вообще не при делах. Жена не очень такая религиозная. И начались конфликты внутренние. И тогда пришлось им отменить обрезание на восьмой день. Где-то это было отменено в крестьянстве, где-то лет через 30, после начала зарождения этой религии. Вот. Поэтому, поэтому, очень интересная, конечно, эта глава. Очень она такая, знаете, прям многообъясняющая. И каждый из нас, написано в книге Мишна Тора, что Рамбам был такой великим мудрец, он говорит, что каждое утро нужно себя спрашивать. Матай адию маасали маасай вутай. Когда мои дела достигнут дел про отцов? И у каждого из нас есть возможность сделать что-то важное для Всевышнего. Принести в жертву свои фантазии, свою погоню за, за свою алчность, фантазии и погоню за вожделениями. Вот когда мы эти три вещи приносим в жертву Всевышнему, то тогда мы действительно заключаем с ним союз. И, значит, ну и в принципе ради этого и стоит жить. Все. Всем удачи и успехов. Шаббат шалом. Шаббат это тоже знак союза. Обрезание знак союза. И шаббат знак союза. Все. Шаббат шалом. Удачи и успехов. Еще раз хочу сказать вам спасибо благодаря друзьям Ваикра, партнерам Ваикра и спонсорам Ваикра. Вот Дамир спонсор Ваикра. Мы сняли офис, поэтому мы с воскресенья уже начинаем более активно еще развивать Ваикру. И очень рады, что у всех у нас будет увеличиваться заслуга. Чем больше будет партнера Ваикра, друзей Ваикра и спонсора Ваикра, тем больше мы сможем нести свет Торы людям. Все. Удачи и успехов. И чтобы Бог услышал ваши молитвы и выполнил для вашего блага.